Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Время летит быстро, вот и Рождество наступило. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. И пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод. Не все знают, что великий русский писатель Федор Михайлович Ростоевский в свое время, кроме прозвий, писал и стихи, хоть совсем и немного. И одно из этих стихотворений мне хотелось бы сегодня прочитать в этот светлый праздник Рождества. И это стихотворение «Крошку ангелов сочельник» или другое название «Божий дар». Крошку ангелов сочельник Бог на землю посылал. «Как пойдешь ты через ельник?» Он с улыбкой сказал. «Елку срубишь и малютке, самой доброй на земле, самой ласковой и чуткой, дай как память обо мне». И смутился ангел-крошка, «Ну кому же мне отдать, как узнать, на ком из деток будет Божья благодать?» «Сам, увидишь», — Бог ответил. И небесный гость пошел. Месяц встал уж, путь был светел и в огромный город вел. Всюду праздничные речи, всюду счастье деток ждет. Скинув елочку на плечи, ангел с радостью идет. Загляните в окна сами. Там большое торжество. Елки светятся огнями, как бывает в Рождество. И из дома в дом поспешно ангел стал переходить, чтобы узнать, кому он должен елку Божью подарить. И прекрасных и послушных много видел он детей. Все при виде Божьей елки, все забыв, втянулись к ней. Кто кричит, я елки стою, кто корит за то его. Не сравнишься ты со мной, я добрее твоего. Нет, я елочки достойна и достойнее других. Ангел слушает спокойно, озирая с грустью их. Все кичатся друг при другом. Каждый хвалит сам себя, соперника с испугом или завистью глядя. И на улицу, понурясь, ангел вышел. Боже мой, научи, кому бы мог я дар отдать бесценный твой. И на улице встречает ангел крошку. Он стоит, елку Божью озирает. И восторгом взор горит. Елка, елочка, захлопал он в ладоши. Жаль, что я этой елке не достоин, и она не для меня. Но снеси ее сестренке, что лежит у нас больна. Сделай ей такую радость. Стоит елочке она. Пусть не плачется напрасно. Мальчик ангелу шепнул. И с улыбкой ангел ясный елку крошки протянул. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались. И сверкая изумрудом, в ветви елочки впились. Елка искрится и блещет. Ей небесный символ дан. И восторженно трепещет изумленный мальчуган. И любовь, узнав такую, ангел, тронутый до слез. Богу весточку благую, как бесценный дар принес. Вот такое замечательное и светлое стихотворение Федора Михайловича Достоевского. Поздравляю вас еще раз со светлым праздником Рождества Христова. Всем всего хорошего, самого доброго. До новых видео. Пока.